Пора валить из России. Эта мысль приходит на ум большинству здравомыслящих россиян. И в этом видео вы получите все ответы на вопросы о вашей будущей эмиграции. Или вернее будет сказать эвакуации из Российской Федерации в нормальную европейскую страну, где вы сможете счастливо жить и работать даже без знания языка. Ну а в начале немного лирики. Согласно статистике, как минимум каждый пятый россиянин хочет уехать из России куда подальше. В реальности этих людей значительно больше. В поисках лучшей жизни уже уехало из Российской Федерации от 7 до 10% населения. У каждого россиянина есть друзья и знакомые, которые эмигрировали. Росстат намеренно занижает настоящие цифры эмиграции по понятным идеологическим причинам. Если официально озвучить реальную статистику покинувших Россию-матушку, то возникает множество вопросов по поводу эффективности работы Путина и всего правящего кремлевского режима. Россию обобрали, оскотинили и оставили один на один с жестокой реальностью, где жены инструктируют мужей, как не лишиться денег при встрече с полицией, где родители даже в Москве не могут отправить погулять детей 10-12 лет на улицу без присмотра, где серьезный карьерный рост ограничен кумовством, где процветает пещерная коррупция, а нормальный бизнес возможен только в неофициальной связке с силовиками, где нижайший уровень медицины, никакое образование, мусорное качество продуктов питания в супермаркете, поголовный непрофессионализм во всех сферах, заоблачные цены, низкие зарплаты, повсеместное хамство, полное неуважение прав и свобод личности. А вот сейчас скажу тезис, который даже перевесит перечисленное. Именно этот пункт, а не предыдущие, заставляет большинство граждан РФ задумываться о переезде в другую страну. Что это такое? Каждый россиянин знает. Это так называемый синдром вахтера, то есть тотальное неуважение к другим людям и нетерпимость, порой граничащая с фашизмом. Представьте себе на секунду, что случилось следующее. Путин, Госдума и все правительство, все чиновники просто исчезли в один день. Что будет через неделю или через месяц? Как вы думаете? Правильно, будут такие же самые, абсолютно такие же лица на тех же самых местах. Почему? Потому что люди в России не меняются, потому что по сложившимся ментальным, историческим и мировоззренческим причинам здесь такие люди. Это кондуктор в поезде, орущий на старушку, которая не сразу нашла свой проездной. Это хамка-регистраторша в городской поликлинике. Это полицейский, который избивает парня без прописки. Это мужик, сморкающийся на мостовую. Коллега, который ворует с работы степлер и вам же жалуется на ворье в государстве. Дама, сажающая ребенка по малой нужде в тамбуре поезда, а потом удивляющаяся, что же эта молодежь устраивает туалет в лифте. Нужны ли еще примеры? Как вам пример с контролером, который вырывает у зайца кошелек, чтобы вытащить из него хоть какую-то мзду? А школьный учитель, который называет детей тупилыми улитами? А воспитательница детского сада, которая пользуется скотчем, чтобы дети не орали? А уволить ее нельзя, потому что заслуженная и вообще никто больше не пойдет работать за 10 тысяч. Сами россияне часто задаются вопросом, ну почему же в России такие люди? Возможно, дело в советской эпохе, в принципе, уравниловки, выстребления элиты, да мало ли в чем. Однако, вспоминаются Толстой, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Чехов, Бунин, словом, русские классики, читая которых, начинаешь понимать, что оно всегда так было. Почему так исторически сложилось? С рождения тебя не предупредили, что придется за это заплатить. Получая вбросы, бюллетеней, наркотиков, дезинформации за то, что ты думаешь иначе. Каждый день видишь, как занавес опускается все ниже и ниже, а ты от безысходности не понимаешь, что с этим делать. Очереди за просрочкой, заплеванный арбат, мракобесие в школе. Чему там мучают детей? Как выжить на зарплату, пенсию или как делать бизнес? Некоторым держаться сложно оказалось в подобной ситуации. Обиженный парень или террорист? Псих-одиночка, социопат, отомстил однокурсникам и всему миру. А ведь прямо сейчас кто-то уже собрал вещи, переезжая в Евросоюз, и начинает жизнь с чистого листа. На дворе уже 21 век, и знание языка перестало быть важным приоритетом трудоустройства в Европе. Плевать тем, кто говорит, что вы никому не нужны. Европейцы сами давно используют практику трудовой миграции. Это нормально. Решить самим, как и где жить. Прекращайте выживать. Пора эвакуироваться. Итак, что же делать? Если вы живете в РФ и хотите уехать жить и работать в Европу, просто напишите Евгению Вальнову на почту вальновсобакопранкота.ком, укажите промокод Хрендяблики и получите скидку 50 евро на эвакуацию в страну Европейского Союза. Эвакуация от Вальнова – это комплекс мероприятий по организованному вывозу населения России и его постоянному размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах Европейского Союза. С трудоустройством, обеспечением всем необходимым, помощью в социализации, с бесплатным средним высшим образованием и легальным получением ПМЖ и гражданства. Россияне, пишите, узнавайте. Спрос, как говорится, не ударит в нос. Вальновсобакопранкота.ком. Скидка 50 евро, если укажете промокод Хрендяблики. А теперь, друзья, просто послушайте людей, которые уже эвакуировались из России и наслаждаются всеми прелестями нормальной человеческой жизни в цивилизованной Европе. Наслаждайтесь. И вот Андрей уже в Польше. Видно там какой-то гостел польский на фоне. Значит, скажи, пожалуйста, в каком... Где ты вообще, где ты находишься, скажи? О, привет, Жень. Я нахожусь в Лодзинском воеводстве. Город Родомска называется. Небольшой такой. На 50 тысяч человек. Но такой уютный, хороший, чистый. И что там делаешь? Работаю. А кем? Мне интересно кем. А, завод, короче, делает посудомоечные машины и стиральные машины. Прошел паспортный контроль. Все оказалось максимально быстро и просто. Мне очень понравилось. Особенно полячка, которая меня приняла. Я вот вижу, ты в машине сидишь. А ты вообще что-то такое, скажи мне? Хорошая традиция покупать машину по приезду? Нет, я просто получил основную первую зарплату, которую получил. И, собственно, подумал, что тянуть. Тем более на работу на автобусе, там ездить. Так, хорошо. Ну, вообще, вот ты две недели прожил в Чехии. Твое общее впечатление, скажи мне. Ну, общее впечатление, если о чехах, да, то чехи, они как бы более цивилизованные, ну, в общем, если брать, да, чем, например, советские люди вот эти наши. Ну, я в магазине даже, вот, к примеру, заходишь, там, например, девушка, ну, я огурцы выбираю, передо мной девушка стоит, тоже берет огурцы, она раз оглянулась, типа, что я тоже хочу убрать огурцы, и такая, оп, пардон, типа, извинилась. А в России бы в такой ситуации, смотрела бы ты кокос на тебя, х**, над душой стоишь, ой, х**, ну, ты запикаешь потом, я матом не планировал бы убраться, чтобы тебе монетизацию не срубали, ну, там, понятно. Ну, там, запикаешь, запикаешь. Ты сейчас где вообще? Что это за город такой? Ползень, отличный город, прекрасный, влюблена просто. Вообще, в жизни никогда, никогда бы не могла подумать, что я буду жить в Европе, но наткнулась, так, я тебя не смотрела, сразу говорю, ну, так, друзья смотрели, но я как-то скептически относилась, но знала, что такое есть вообще, потому что сейчас, сейчас, я знаю то, что в Украине агентуры есть, и, как бы, у них с этим проблем нету, что люди могут уехать на заработки, они по три месяца ездят, но в России такого вообще никто не слышал, что можно поехать и заработать денег, или вообще переехать, такого нету, и вот я наткнулась на тебя, что можно заплатить денег и просто уехать без каких-либо вообще проблем. Так, хорошо, но мысли о том, чтобы все бросить и назад вернуться уже были или еще нет? Нет, конечно, такие, откуда такие мысли могут быть? Ну, не знаю, ну, может быть, ты приехал, только посмотрел, да, ну, нафиг, нет, я лучше назад поеду, нет? Нет, таких мыслей ни в коем случае нету, просто даже, вот, в Лодзе я проходил карантин, особо не погуляли, но я тоже там видел много красивых мест, просто вот этот даже город маленький, на 50 тысяч человек, тут, как сказать, вот, например, есть остановка автобусная, и на каждой остановке висит, получается, электронное табло с расписанием автобусов, то есть у меня в городе, где живет 400 тысяч человек, такого нету, а здесь, где 50 живут, есть, и, ну, про дороги можно не говорить даже, потому что дороги здесь, это не то, что у нас ухабы и ямы, здесь и дороги, и как-то, ну, не знаю, как-то все облагорожено, прям смотришь, тут сквер, тут парк, город маленький, но он очень чистый. Ну, где-то есть знакомый вкус пальмового масла, к которому я так привык? О, нет, 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 вообще все, сосиски, блин, у меня полный холодильник с колбасы, там, масло сливочное для гречневой каши, кстати, она тут тоже есть, между прочим, вот, колбасы, сыра полно постоянно, что, супы отдельно покупаю, потому что я суп, ну, не особо люблю готовить, мне легче заплатить, там, 5 злотых за 0,5 супа, съесть его раз в неделю, потому что, ну, готовить его, ну. Ну, мне все нравится, я не устаю, у меня есть время на жизнь, и, правда, вот, мне вот нравится просто все, я довольна своей жизнью. Кстати, можно я скажу такую маленькую вот вещь, маленькую вещь, да, это такой секрет про меня, то, что в России я принимала антидепрессанты, у меня была болезнь, короче, панические атаки, и здесь, когда я приехала, я просто перестала пить лекарства, мне не надо лечиться, я переживала ехать сюда, потому что я думала, как я буду работать с психологом, но мне этого здесь не надо. То есть тебе не нужен психолог? Нет, я переехала, у меня ни разу вот этих панических атак не было, то есть я задыхалась, у меня вот в России я болела, то, что я начинаю чуть-чуть нервничать, и я не могу дышать. Здесь у меня ни разу такого не было, я даже не помню, что я здесь нервничала когда-то, что у меня какие-то проблемы были, нет, я просто живу и радуюсь жизни, каждому просыпаюсь и думаю, как же я сейчас живу, да? Класс. Я не преувеличиваю, я просто такой человек, я не преувеличиваю, я не сразу говорю, то, что многие могут подумать, вот там, что за пи***ешь, грубо говоря, да, но нет. То есть ты хочешь сказать, что эвакуация от Вольного сделала тебя счастливым человеком? А-а-а. Класс. Продукты из пальмового масла сделаны, ты смог найти? Чтобы, так сказать, ностальгию удовлетворить, нет? Нет, по-моему, здесь с этим как-то все очень серьезно, мне кажется, здесь такого даже не делают, в принципе. Потому что все, если оно с мяса, то оно с мяса, если колбаса, то она колбаса, она не из бумаги, явно. Как бы, ну, чувствуется, что оно все вроде стоит недорого, а очень-очень вкусно. Ага. Ну, то есть в этом отношении ты доволен. Хорошо, оцени эвакуацию, значит, по десятибальной шкале. По десятибальной? Ну, только, ну, только прям, ну, так сказать, объективно. Между тем, что ты ожидал, например, да, до того, как ты поехал, и между тем, что, значит, получилось в результате. Да, наверное, я думаю, блин, да, не знаю, да, десять, наверное, не знаю даже, к чему я... Я успел эвакуировать уже более пятидесяти людей, все они живут полной новой жизнью в Европейском Союзе. Эвакуация в нормальную страну куда ближе, чем тебе кажется. Все, что тебе нужно, это чтобы у тебя был заграничный паспорт и написать на почту во льно в пранк-атаком, и я тебя эвакуирую. Ну, на самом деле, у тебя все написано на лице, чтобы ты понимал. Да, у меня вообще сейчас... Ну, так вот это и написано, понимаешь? У меня вот, видишь, уже, блин, второй подбородок, четвертый, скоро будут трясти, блин. То есть ты не сбрасываешься, ты не сбрягаешься на работе? Я сегодня вообще... Нет, я сегодня вообще кайфовал как мог просто.